О том, что река Чита выходит из берегов, а над дачными посёлками нависла угроза затопления, Пётр Дементьев и его коллеги по диверсанту узнали от друзей, которые звонили владельцам машин, подготовленных к экстремальным условиям с просьбой о помощи. Джиперы незамедлительно объявили сбор волонтёров на своём ресурсе в интернете. Уже через час в районе Смоленского кольца участники добровольной спасательной акции развернули импровизированный штаб и приступили к эвакуации. У кого были машины более-менее подготовленные, целые, там начали собираться. И, соответственно, там уже к нам начали подходить люди и говорить, что вот у меня, например, там машина застряла, у меня там бабушка, дедушка, у меня там кто-то ещё, там семья. Ну и всё, мы просто садились, включали фонари, у всех были с собой фонари, рации. И ехали, естественно, спасать людей. Ну вот я сразу же в первый момент поехал, когда вот скажу, что в одном месте глубина достигла почти полтора метра, вот проезжал мимо затопленной машины, мне человек сказал, что вот это моя машина стоит, у меня, говорит, там бабушки надо забрать. Доехали до бабушек, соответственно, бабушки пока собирались, мы поехали, там ещё людей собрали, человек, наверное, 8-10. В итоге всех посадили в машину, у меня пикап грузовой УАЗ подготовленный, и, соответственно, начали выезжать. Пока выезжали, у Нивы, то есть торчало вот буквально с его крыши, проехали мимо, в итоге половина лобового уже почти скрылась под водой, люди в кузове хорошо, что придавили. В общем, мы это место проехали удачно. Пётр рассказывает, водители из диверсанта занимались эвакуацией до 5 утра. Пока не прекратились звонки с просьбами о помощи. Везти машины приходилось в сложнейших условиях. Перегорали фары, приходилось пользоваться фонарями. Тут им помогли навыки экстремального вождения, полученные на соревнованиях. Много улиц было очень завалено заборами плывущими. Плавали машины, вот там местами прям как уплывки. Мы там, где не могли проехать, там участники увозили на лодках, и мы собирали у них людей, забирали вот этих вот. И вывозили, соответственно, кафе отеля Муру, и там уже дорога была очень, конечно, я скажу, местами глубокая, местами просто провалы, то, что промыло. Подготовленных машин оказалось немного, всего четыре. Те, кому транспортное средство не позволяло проехать по затопленным дорогам, отвозили пострадавших в город. Диверсанты считают, если есть возможность быть полезными, не надо оставаться в стороне, потому что перед бедой и стихией все равны. Анна Хвостова, Екатерина Станиславская, Андрей Шаронов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok